Привет-привет, с вами Астрома, вы на канале Анисанрайз, и мы продолжаем играть в Tales of the Styria, мы продолжаем проходить сюжетное дополнение, история Алиши, и сейчас я попытаюсь рассказать, почему же так долго не было новых серий, почему я начал проходить это дополнение, но так его и не допрошел до конца, по крайней мере тогда, когда я его начал проходить, и вот продолжаю его проходить, там уже времени прошло довольно много, я даже от управления немного отвык, а все дело в том, что я просто не мог себя заставить дальше пойти и проходить это дополнение, потому что разработчики попытались максимально сделать так, чтобы у нормального человека не было никакого желания узнать, что же там случилось с Рэем, Я думаю, вы знаете, насколько сильно я ненавижу всякие там лабиринты и прочее, ну, в Tales of the Styria их было достаточно много, но сюжет все это дело компенсировал, и поэтому я с спокойной душой и чистой совестью дальше проходил, то есть, если отбросить лабиринты, которые были в игре, то в целом игра мне понравилась на все 100%, Так вот, что же из себя представляет дополнение История Алиши? Как оказалось, это Огромный-огромный лабиринт, Который состоит из 12 уровней, то есть Меня обычные лабиринты пугают, а здесь лабиринт из 12 уровней, и как только Я начинал думать О том, что же меня все-таки ждет, мне просто сразу У меня все желание вообще заходить в игру пропадало, и Записывать дальнейшее прохождение, у меня тоже желание сразу же пропадало, но я все-таки нашел в себе силы Потому что нужно узнать, что же все-таки С Рэем у нас случилось, и К тому же появилось у меня желание сделать Попытку, точнее сделать обзор На Tales of the Styria Почему бы и не попробовать Но для того, чтобы Сделать обзор, игру нужно пройти На 100%, а у меня Осталось непройденным это дополнение Поэтому это дело нужно исправлять В принципе, как-то вот так, и именно поэтому Не было очень долго Новых серий И я не знаю, как я буду проходить этот лабиринт Потому что у меня Топографический кретинизм, и это дело Может оттянуться очень надолго К тому же нужно получить Все достижения Из этого дополнения я все-таки собрался В Застирии перед выходом Берсерии Выбить все ачивки То есть пройти игру полностью на 100%, чтобы Когда Берсерия выйдет И у меня такая чистая совесть была Что вот, мол, я предыдущую игру серии Прошел на все 100% Отсюда исходят сильнейшие потоки зла Похоже, пройти здесь могут только Алиша и Роза Ну что ж, еще одно горнило Горнило зла, которое мне придется За кадром очищать 11 раз Я все понимаю, разработчики тоже в дополнении очень сильно постарались Мало того, что, ну да, но добавили они сюда это горнило зла Но нет, они на этом не ограничились Они этим, ну то есть у них вообще какой-то фетиш в этом дополнении Мало того, что лабиринт 12 уровневый И помимо этого Они сюда еще воткнули Достижение на очистку вот этого горнила Мать его, 11 раз Я не знаю Мне один раз его Дочищать как-то Не особо улыбается Если представить, что мне придется это делать Целых 11 раз Ну, 10 Если мы вот этот раз отбросим После этого я, естественно, сохранюсь И, скорее всего, потом за кадром я просто Пойду и 10 раз еще очищу это горнило И все, и меня опять начнет тошнить И в следующую серию вы никогда не дождетесь Ну, надеюсь, такого не будет Надеюсь, я успешно эти 10 раз горнило очищу Да помимо этого, они еще одно упоротое достижение сюда воткнули То есть, это горнило не просто нужно 11 раз очистить Помимо этого, еще есть ачивка на Скоростное прохождение То есть, нужно за 2 минуты Это горнило пройти Да вот, сейчас мы посмотрим Сколько у меня это времени займет, но В принципе, это должно занять Где-то 4-5 минут Не больше Ну, это, конечно, в идеале Но на деле может оказаться так, что Опять я начну лажать И, в общем, не получится быстро пройти Я вот читаю Комменты Ну, сейчас же как бы выходит у нас Аниме Стейлс оф Застири И вышло уже 7 серий И первые 5 серий Они идут По сюжету Застири Ну, то есть, как по сюжету Оно немножко отличается Даже вот последняя 5 серия Она пошла уже Как бы, ну, не по сюжету В игре такого не было Там, концовка серии Нет, не буду говорить концовку серии Потому что, может быть, еще кто-то не смотрел Но, в общем, 6 и 7 серия Они идут как Тейлс оф Берсерия То есть, там у нас уже Идет история Вельвет И просто я читаю вот это вот Негодование людей, которые не понимают, что происходит Они вообще пришли посмотреть историю Сарея И тут внезапно какая-то баба Главная героиня Что вообще происходит Кто это, как Ничего к чему Ну, просто люди Даже не удосужились Хоть как-то ознакомиться с историей этого аниме По какой игре это делалось Что вообще будет в этом аниме Ну, лично для меня Если я смотрю Какое-то аниме Не просто аниме А какое-то аниме По игре Либо по чем-то еще Где-то вот какая-то связь есть Я всегда Перед просмотром аниме Максимально пытаюсь уникнуть В ту историю Которую я, возможно, упустил Там, не играя в игру Либо еще что-то Но, к сожалению, делает так Очень мало людей И поэтому Очень много хайпа Потом происходит Из-за просто банального непонимания Кстати, аниме Тейлс оф Берсерия Выходит очень-очень шикарным Я ему очень сильно благодарен Потому что Благодаря этой анимешке Количество просмотров на канале Растет То есть люди хотят Смотреть Тейлс оф Берсерия Прохождения И это как бы Не может не радовать Я могу сейчас Стволиться, наверное А мы тут говорим О каких-то двух минутах То есть вот это вот Добро нам нужно было Пройти за две минуты Я не знаю По-моему, вот все эти страдания Но они совсем не оправданы Мне себя жаль Мне себя очень жаль Одиннадцать Одиннадцать раз Вот этой хренью Мне придется страдать Я, конечно, все могу понять Но Так, отваливаться мы не будем Отваливаться мы не будем Там впереди Я как раз видел Черепашика То есть перед входом В эту самую Перед входом В сам лабиринт То есть мы сможем Пополнить запасы И хотя бы это радует Хотя бы тут Разработчики решили нам Немножко жизнью простить Так, а вот, собственно, и Главный босс этого гарнила Как бы не вышло так Что я одного его буду пинать Две минуты Не говоря уже о зачистке Всего гарнила Я просто не понимаю Как его вообще можно Очистить так быстро Когда вот Тут Враги такие любопытные Вот те же пиявки, да, возьмем Они же просто расползаются По всей локации Как? 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 Что? Куда? Так, тут просто Большая часть времени Будет уходить на то Чтобы За ними гоняться По этому гарнилу Поэтому это все Немножко печально Мне придется, видимо Перерыть кучу форумов И найти информацию Как же все-таки Это гарнило очистить За две минуты Так, ну и все Добиваем Добиваем Ну вот Почти Пять минут У меня на него Ушло Как? Как? Вот как Его можно очистить За две минуты Я Не имею Ни малейшего Понятия Ну ладно Справились И на том Спасибо Так Кстати А вот Гладиатор Это у нас Очень хорошая Штука Оно у нас Должно давать Вроде бы Да, плюс 20 Ко всем характеристикам То, что Нужно Блин И вот здесь бы Я с удовольствием Серию закончил И еще Несколько раз Это гарнило Прошел Чтобы у нас У всех персонажей Был Гладиатор То есть я бы Это гарнило Пофармил Но Это будет По моему Как-то Жестоко И по отношению Ко мне И по отношению К вам Потому что Серия в 10 минут Это как-то Как-то Не очень Ну что же Мы подходим К самому Ужасу Этого дополнения Мы добрались Именно К тому месту Из-за которого Я эту игру И не хотел Ну то есть Это дополнение И не хотел проходить Да, это дорога В Камлан Руины Эйлен Мне это не нравится А? Мы пока еще Не встретили того Кто привлекает зло Может быть Он прячется от нас? Трос Да, я чувствую Хитрость и коварство Словно кто-то Следит за нами Возможно Враг Опережает нас Пойдем Хорошо Не волнуйся Я веду тебя К Сарею Хорошо Разочарование Розы Новая Останка У нас доступна Все Правда Будет Хорошо Я сделаю То Что Должна Роза Ты такая сильная Я часто это слышу Но сама я не уверена Что это так Я обидела тебя? А, нет Все в порядке Она ощущает давление Да Я немного волнуюсь Никто не знает Чего ожидать от Розы Когда она в таком состоянии Да Как Ну Ну А как они Как Как они Меня Бесят В общем Сейчас Меня ждет Самый лютый ад Который я Ой Все Ладно Не буду Портить тебе Настроение Представлениями Того Что меня ждет В этом лабиринте Я думаю Не один час Я там проведу Конечно Можно было бы Все это дело Проскипать Но Так Черепашек Вот ты нам Сейчас Очень и очень Нужен Так Что нам Стоит взять Вот Святой флакон Да Возьмем Флаконы Жизни У нас Есть Девять Штук Так Вот Это Нам Нужно Обязательно Так Что нам Еще Нужно Ну Хотя Возьмем Все Чего Не Хватает Так Все Вроде Как Да Все На этом Остановимся Ну Ну что Отправляемся В самый Адский Ад Руины Лейн Ой Ладно Первый Уровень Да И Сразу Нужно Схомячить Этот Самый Где Он Святой Флакон Просто Может быть Враги У нас Здесь Будут Низкого Уровня И И В таком Случа Мы Просто Не Будем Их Встречать Так Получен Серебряный Ключ И В таком Случа Это Очень Сильно Упростило Бо Мне Жизнь А Если бы Всякие Мелкие Хелионы Не Путались Под Ногами Но Я Смотрю Пока Хелионов Я Не Встречаю Причем Я Не Встречаю Совершенно Поэтому Можно Предположить Что Святой Флакон Работает Да Ладно Он Правда Работает И Правда Можно Вот Так Пробежать Все Руины Особо Не Парясь Ладно Тогда Возможно Стоит Взять Свои Слова Назад По Поводу Этого Дополнения А Может Быть Не Все Так Плохо Но Все Равно Придется Много Думать Куда Пойти Дальше Что Делать Копье Символизирующее Бескрайнее Синее Море А Кстати Музыка Мне Здесь Очень Нравится Так Золотой Ключ Получен И Непонятно Зачем Нам Даже Вот Здесь Дают Еще Эти Самые Деньги Так Так У нас Есть Но Можно Было Бы Пойти Объединить Но Нет Пожалуй Не Пойдем Мы Ничего Объединять Так Серебряный Ключ Мы Получили От той Двери А золотой У нас Значит От Этой Да Ребят В общем Святой Флакон Работает Хелиона В мелких Мы по дороге Встречать Не будем То есть Никто Нам Не Будет Мешать Тихо И Спокойно Исследовать Эти Руины 12 Уровней Этих Руин От которых Меня явно Будет Тошнить В конце Прохождения Но Зато Мы Получим Все Достижения И Узнаем Что же Все таки Случилось С Сареем Ну Хотя Ну И так Понятно Что С ним Случилось Он же Как бы Маотелуса Очистил Ну Точнее Он Его Не Очистил Он Его Очищает По сути В данный Момент Ну Может Быть Нам Расскажут Что Нибудь Такое Чего Мы Еще Не Видели И Ради Чего Вот Главное Чтобы Было Ради Чего Мы Всем Этим Страдаем Потому Что Если Ничего Такого Прям Интересного Нам Не Покажут Я Просто Очень Сильно Расстроюсь Так Ну Пока Лабиринт Не Выглядит Таким Уж Страшным У нас Один Вход Один Выход Навсегда Так Какая-то Любопытная Дверь За которой Нету Абсолютно Ничего Так Может Роза Может Что Нибудь Сказать Нам Просто Нужно Добраться До Конца Руин Элейн Именно Так Они Задумывались Как Проход Между Северной И Южной Сторон Сторон Гор Камлан Находится К северу От Гор Но Руины Добольно Крупные Поэтому Не Время Расслабляться Интересно Кто же Предводитель Зла Это Конечно Хелион Но Какой-то Особо Мерзкий У меня Аж Мурашки По Телу Кто Бо Это Нибыл Он Отвратительный Испорченный До Мозга Костей Это Все Что Я Знаю Держу Пари Саре Миклео Были бы От Этого В В В Ага Точно У Них Прямо Крышу Срывало И Они Час Сами Могли Болтать О том Что Это Вот Из Той Эпохи А Это Из Той Никогда Не Понимала Что Привлекательного В этих Руинах Но Эта Парочка Зануд Явно Чувствовала Себя Как В раю Да Саре Миклео Они Всегда Были Такими Прям Не Из Мира Сего Им Всегда Было Интересно То Что Другим Интересно Совсем Не Было Возможно Именно Из-за Этого Они Были Самими С собой Так А на Вот Этой Двери Я Не Вижу Ничего Не Вижу Никакого Ключа Ну Понятно Не Вижу Потому Что Эту Дверь Просто Нельзя Открыть Вообще Никак Вот Нам Плюшки Всякие Дают В этом Дополнении Но Я Не Вижу Никакого Смысла Потому Что Понимаю Что Максимум Еще Пару Часов Нам Поиграть И Как бы Все Игра Закончится Нам Здесь Дают Деньги И Прочее 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 И Во Всем Этом Смысла Совершенно Никакого Нет Так Еще Одна Дверь Похоже Которую Открыть Нельзя Или Там Серебряный Все Так Ключ Нет Там Все Так Серебряный Ключ Значит Эту Дверь Можно Открыть Так И Там Тупик Ладно Посмотрим Так А я Не Помню Монолитов Вроде В Дополнении Нету Поэтому Ага Так Здесь Сундучок Монолитов Вроде Как Нету Поэтому Я Я думаю Совсем Не Обязательно Исследовать Каждый Уголок Ну Ну Блин Даже Не знаю Может быть Здесь Просто А ну Хотя Да Как Не Необязательно Исследовать Каждый Уголок Где Нибудь Может Спрятан Ключ Из-за Которого Мы Просто Потом Не Сможем Пройти Дальше И Нам Придется Возвращаться Вначало И И Искать Где Мы Тот Ключик Какой Нибудь Не Подобрали Поэтому Да Мы Все Таки Будем Исследовать Каждый Уголок Этих Руин Хотя Может Быть Мы Найдем Алиша Какую Нибудь Шляпку Интересную Просто Это Меня Немного Как То Она Раздражает Но По сюжету Она Должна Быть В ней Потому Что Как Бы Она У Нас Сейчас В роли Приманки Выступает И Она Должна Быть Одета Как Знать Хайланда И Вот Если Бы Не Святой Флакон Я Б Уже Вот Здесь Я Б Уже Матерился Люто На Игру Потому Что Я Думаю Хэлион Меня Б В Край Достали Так Ну Я Думаю Мы Сейчас Просто Дойдем До Выхода На Следующий Этаж И Эту Серию Мы Закончим А Потом Я Просто Побегу До Какого Нибудь Нового Интересного Места Башнями Такое И С того Места Мы Уже Начнем Дальше Прохождение Просто Я Не Вижу Никакого Совершенно Смысла Показывать Вот Это Занимает Кучу Времени Вот Это Беготня По Этому Лабиринту Но Это У нас Займет Большую Часть Прохождения Дополнения Так Ну Вот Мы Добрались До Выхода На Следующий Уровень А На Этом Мы Серию Заканчиваем На Этом Все Всем Спасибо За Просмотр Пока Заканчиваем 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 Заканчиваем